Здравствуйте, меня зовут Велина Сергеевна, я старший преподаватель кафедры геологии и разведки месторождения и полезных ископаемых Карагандинского государственного технического университета. Лекция номер один по дистанции петрографии для бакалавров специальности геологии и разведки месторождения и полезных ископаемых. Тема лекции цель, задачи, предмет дисциплины, методы петрографических исследований, общие сведения о горных породах и классификации. Цель нашего занятия познакомиться с целями и задачами такой дисциплины, как петрография, изучить методы петрографических исследований и разобрать классификацию горных пород и что такое горная порода. Итак, начинаем. Что такое петрография? Петрография это наука, которая изучает горные породы. Петро в переводе с греческого у нас обозначает скала либо кани, а и отсюда петрография. То есть петрография. Графия это пишу, петрография это описание камней без описания горных пород. Что такое горная порода? Значит, вся земная кора у нас сложена различными минеральными агрегатами, которые называются горными породами. То есть не только минералами, но и какой-то совокупностью этих минералов, которые как раз таки являются горными породами. Значит, горные породы у нас, что это такое определение? Это естественные минеральные агрегаты определенного состава и строения. Очень важно, что определенного состава. Сформировавшиеся в результате геологических процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел. Значит, геологические условия образования горной породы влияют на что? Во-первых, влияют на форму залегания. И второе, это характер и взаимоотношения составляющих их минералов. Такое понятие, вот именно характер и взаимоотношения составляющих минералов, такое понятие, как структура. Дальше, когда мы будем изучать разные типы горных пород, магматические, осадочные, метаморфические, мы как раз таки будем изучать их структуру и текстуру. Так вот, структура это взаимоотношения составляющих минералов. Итак, минералы, точнее горные породы, могут быть мономинеральные, как у нас здесь показаны рисунки, это мрамор, или полиминеральные, как показано здесь, это у нас гранит. Мономинеральные, то есть состоящие из одного минерала. Мрамор у нас это известняк, метаморфизованный, да, а полиминеральные, это гранит, то есть здесь у нас несколько минералов, три основных минерала. Это у нас калиевый полевой шпат, это у нас кварц, и это у нас какая-то слюда. В данном случае это биотит, черная, темная слюда. Химический состав, естественно, зависит от того, из каких минералов она состоит. Он не может быть выражен какой-то определенной химической формулой, так как количество слагающих ее различных минералов непостоянно. Когда мы с вами изучали минералы, минералогию, то у каждого минерала была своя какая-то химическая формула. Хотя в минералах тоже присутствуют примеси, но они в очень маленьком количестве. Здесь у нас уже химический состав горной породы очень разнообразен. Да, когда мы говорили определение, что это одинаковое соотношение минералов в горной породе, но в любом случае количество примесей, они могут быть различные, и их может быть абсолютно разное процентное соотношение. Поэтому запоминаем, что горная порода формулы у нас, химическую формулу не имеет. Итак, значит, горная порода у нас образуется в определенных геологических условиях. Это понятно. Эти условия влияют на что? На форму залегания, как я уже сказала, и на характер взаимоотношения составляющих их минералов. Значит, каждая горная порода отличается от других пород. Также и не только формой залегания, но и самым главным физическим свойством. Это, например, таким как цвет, это плотность, это механическая прочность, плавкость и так далее. В принципе, те физические свойства, которые мы рассматривали в нейрологии, они точно так же присутствуют у нас и в фотографии. Таким образом, когда мы изучаем горную породу, мы используем несколько способов ее изучения. Значит, эти способы у меня здесь показаны на два типа разделенные. Это макроскопический и микроскопический. Но если мы немножечко глубже пойдем, то, значит, можно сказать, что горная порода у нас изучается, во-первых, в полевых условиях, непосредственно на местности, и в лабораторных условиях. Для всесторонней петрографической характеристики необходимо, чтобы полевые работы, полевые исследования и лабораторные исследования дополняли друг друга. Значит, полевые петрографические работы, что в себя включают? Во-первых, включает в себя наблюдение геологических условий залегания горных пород и их взаимоотношения с другими породами. Каким образом она залегает, да? При этом изучаются формы залегания какого-то пласта какого-то пласта либо этой породы. Его размеры обязательно указываются, какого размера эта порода. Трещиноватость, либо еще называют отдельность. Это контакты, то есть с какими породами она соприкасается. Влияние процессов выветривания. Ну, экзогенные процессы, которые мы еще будем говорить, тоже смотрятся, каким образом у нас выветривание работало, были процессы выветривания либо не было процессов выветривания. Это все у нас непосредственно делается в полевых условиях, когда мы изучаем непосредственно нашу горную породу в естественном ее залегании, то есть как она непосредственно у нас на местности. Приблизительно, значит, устанавливается также минеральный состав и высказываются соображения о происхождении породы. То есть здесь мы приблизительно можем сказать гранит, это либо это гнейс, либо это какой-то мрамор, что это какая-то порода. В принципе, опытный биолог это может сделать на глаз. Это предположительное и приблизительное его минеральный состав, можно сказать. Ну и высказывается, значит, соображение о том, каким образом эта горная порода у нас образовалась. Магматическое происхождение, осадочное, либо метаморфическое. Более подробные, более подробные исследования уже делаются в лаборатории.